Вся моя жизнь сложилась бы иначе, если бы я тогда взаправду закричал. Но я не проронил ни звука. Скорчился у стены и смотрел. И больше ничего. Асеф делает рукой знак. Два его приятеля расходятся в стороны и окружают Хасана. — Я передумал, — зло произносит Асеф, — подавись своим змеям, Хазара. Пусть он останется тебе на память о том, что сейчас случится. Камень попадает Асефу прямо в лоб. Свизгом Асеф взбивает Хасана с ног. Вали и Камаль кидаются на моего слугу. Ну, впиваюсь зубами в сжатый кулак, закрываю глаза. Помню. А ведь вы с Хасаном вскормлены одной грудью. Как ты мог забыть об этом, Амирага? Вашу кормилицу звали Сакина. Она была дародная, красивая, голубоглазая хазариянка из Бамиана. И пела вам старинные свадебные песни. Говорят, между молочными братьями существует тесная связь. Ты и об этом забыл? Помню. Рупия с каждого мальчуганы. Всего лишь рупия. И я приоткрою завесу тайны. У глиняной стены скорчился старик-предсказатель. Его затянутые бельмами глубоко посаженные глаза отливают серебром. Одной заскорузлой рукой он опирается на палку, другой поглаживает впалые щеки. Недорого за правдивое предсказание! Всего рупия с каждого! Рука протянута к нам. Хасан роняет монетку в высохшую ладошку. Я вслед за ним. Во имя Аллаха! Всеблагого и всемилостивейшего! Предсказатель берет Хасана за руку, водит костяным пальцем по ладони туда-сюда, туда-сюда. Потом старик щупает Хасану лицо, уши, касается подбородка, век. Шуршит сухая кожа. Слепой замирает и, не говоря ни слова, возвращает Хасану монету. Поворачивает. Продолжение следует... Продолжение следует...